Для того, чтобы увеличить чувство ответственности за защиту ислама в людях, Аллах создает ужасную обстановку с целью вывести на чистую воду лживые речи некоторых халимов, которые говорят, что якобы в мире царит тишина и спокойствие, а значит совсем не обязательно прилагать усилия для распространения ислама и создания исламского союза. Они говорят, что нет необходимости в хазрете Махди и пророке Исея. Будьте спокойны и занимайтесь своими делами, говорят они. Таким образом, Аллах дает нам понять, что срочно необходимо сделать ислам, господствующей религии во всем мире. Я сообщил о том, что появится Махди. Обстановка в мире станет напряженной. Наступят тяжелые дни. Придет Мессия Иса. Ислам станет господствующей религией на земле. А они мне в ответ. Откуда ты это взял? Они намерены учиться в университете, заниматься своей работой, делами, женить своих детей. В Сирии преобладал тот же менталитет. Ирак тоже придерживался этой позиции. Посмотрите, что в итоге стало с этими странами. Обстановка в лучшую сторону не изменится. Войны и беды не прекратятся в Афганистане и в исламских странах в целом. В Америке и в России обстановка также будет оставаться напряженной. Люди постоянно находятся в поисках счастья. Однако все их старания понапрасну. Тогда как Аллах очень коротко и ясно сообщил формулу счастья. Махди и Мессия Иса, только их всего. Если вы сделаете их своими лидерами, станете счастливыми и спокойными. Если вы будете противиться, то Аллах накажет вас. Они говорят, мы будем сопротивляться. Аллах накажет вас за это. Если вы откажетесь от своего упорства, тогда обретете спокойствие. Дидем Ходжам, я тебя слушаю. Ходжам, Америка пригрозила Асаду, чтобы тот сдал химическое оружие. Однако он считает их угрозы неэффективными. Да ну ты брось. Они согласились сдать химическое оружие, потому что Россия посоветовала им так поступить. Смотрите, сейчас Россия решила отступить назад. Америка говорит, что если Сирия ничего не предпримет, то она ее разбомбит. Если Россия скажет Сирии, сделай это так, она немедленно выполнит ее указания, потому что они состоят в союзе. Если Россия откажется от Сирии, то она пропадет. Россия не скажет этого. Она молчала многие годы. Держи сколько тебе угодно химического оружия. Россию это не волнует. Она знала, что у Сирии хранится химическое оружие. Она даже не подавала голоса, пока Америка не подняла этот вопрос и не выразила свое беспокойство по поводу ситуации в Сирии. Говорят, что химическое оружие будет сдано в течение одного месяца. Это вздор. Америка только откладывает время операции. Через месяц они придумают еще какой-нибудь предлог. И так будет продолжаться. Они будут уклоняться от операции. Америка скажет собрать международное собрание. Потом скажет, давайте-ка перевезем оружие в другое место. И так далее. Потом скажет, что начали его уничтожать. Сирия не отдаст все запасы своего химического оружия. Тем временем применит его. Потом будет оправдываться. На днях они снова применили химическое оружие. Насколько я понял, Америка заняла выжидающую позицию. Она остерегается. Идет себя осторожно. Они пытаются управлять общественным мнением Турции, как я понял. Также пытаются управлять общественным мнением американского и мирового сообществ. У Америки нет намерения нападать. У Сирии нет намерения отдавать оружие. Но есть общественное мнение, которое нужно успокаивать. Показывать, что оружие ликвидировано. Таким образом, они унимают общественное мнение. И действительно, некоторые тактики усыпляют большую часть общественного сознания. Внушениями они успокаивают общество. Что-то происходит, мировая общественность сразу же встает на ноги. Современный мир стал как деревня. Интернет делает мир одной деревней. Появляется какая-то новость. Весь мир подымается на ноги. Появляется какая-то новость. Весь мир утихает. Мир был обеспокоен ситуацией с химическим оружием. Сейчас этим методом мир загипнотизирует. А люди, Аллаху Аля, будут продолжать читать внушаемую им информацию. Ходжам, это химическое оружие убило 1500 человек. После этой химической атаки погибло еще 2000 человек. После того, как я высказался о том, что нет никакой разницы между химическим оружием и бомбой, которая разрывает лица людей, они повторили мои слова. Как одно может быть лучше другого? Все оружие приносит вред. Использование его – неверное решение. Потом все осознали эту истину и все в один голос начали так же говорить. Асад утверждает, что сирийские повстанцы применят химическое оружие против Израиля, что вызовет конфликт между Израилем и Сирией. Значит, они наценились и на Израиль. Аллаху Аля, они организуют операцию, взорвут Израиль и скажут, что это сделали повстанцы. Таким образом, они хотят разом убить двух зайцев. Возможно, они планируют совершить операцию в Израиле, навредив ему и натравив Израиль на пластанцы.